Ребят, всем привет! Ну что, у нас новый день. Я сегодня с утра работала, делала реснички. Еще реснички такие принцесса. Принцесса у меня получилась. Ну, нормально, хорошо. Делала с максимальной длиной 15, представляете? Но вышло очень даже неплохо. Сегодня Виталий придет пораньше, может быть мы куда-то с вами съездим. А сейчас я бегу к Ришке, и мы вместе поедем за патчами, и нужно купить ресничек еще. Ну, в общем, у нас такой небольшой-небольшой этот шопинг. Но шопинг, короче, не такой деловой, по работе. Ну, как всегда, для вас поснимаю, вы, как всегда, со мной. А там уже посмотрим, че и как. На улице, ребят, вообще непонятно. Вроде бы как и тепло, но не конкретно. Уже, короче, неделю 18 градусов держится, представляете? Утром вообще дубак. Сейчас-то нормально, но вечером опять будет холодно. Не знаю, как лето, наверное, такое может здесь. Да нет, наверное, не всегда. Может, циклон просто какой-то. Я думаю, так. Ой, друзья, у нас есть немножко времени, и мы решили зайти в марципановый домик. Посмотреть. Я здесь ходить еще ни разу не была. Надо масочки одевать. Здравствуйте. 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 Ух ты, как красиво. Есть у вас шоколад, что ли? Не знаю. Королевские ворота. Королевские ворота из марципана. Ручно было в воде. Хорошие. Может, это новый тортик. Здравствуйте. Здравствуйте. Сказай нам по благо. Алексей Юрьевич Сверонов сказал здесь, что за карточкой. Со скидкой. Да, это по новой. Нормально, 144 рублячка со скидкой. Виктор. Ну и лично выглядит даже в подарок. Кстати, обычно в восканеме везут такие марципаны вошники. Честно, я вообще ни разу не слышала, что там марципаны вошники. Интересно, здесь есть сахар? Добавляют они сахар или нет? Ой, да. Хотя я думала, какая-нибудь до шоколадка бы сошка не сделала. Ну, такой же интересный. А вы какой кушете? Такой? Да, точно. Ну, нормальный, нормальный. 35 рублей. Она вкусная? На что похоже? Слышишь, темный шоколад и марципан белый, он похож на... Кос? Белую начинку. Ну, виларь может какой-то. Ну, может, но как бы нормально. Там написано содержание миндаля 26. Да, наверное. Наверное. Народу нормального. Лен, он марципановый сувенир. Это знаешь, что надо? Бабушка спрашивает, что там привезти на подарок. Вот можно как бы марципан, наверное, привезти. Такой красивый магазинчик. Пойдем посмотрим, почем подарочный набор. Вот этот большой, это 1600, да? А вон дальше, видите, много там. Даже 3 с чем-то вон ездит. Ребят, приехали сейчас за патчами. Ну, мы как бы берем патчи у частного лица. Мне немножко подешевле. И, в общем, я первый раз здесь. Это улица Александра Невского. Ну, от 255 до 270, наверное, 3. Ого, сколько тут домов. В общем, Невского 255. Смотрите, здесь, получается, пятиэтажные домики. Но, как бы, Невского улица, она длинная, да, получается. Мы, как бы, далековато находимся сейчас от центра. Ну, да, от Невского возле надо же тоже еще. Да. Ну, 3,5 километра ехали, и это все от Невского было. Ну, что, я лету же тоже на Невского. А, да. То есть, получается, от, как бы, центрального Невского это ехать 3,5 километра, вот мы сейчас находимся. Такие балконы интересные, странные. Странные, ну, да. Ну, тут особенно нижний этаж. Он очень низко. Да, он очень низко, да. Ну, так, наверное, это недавно построенный жилой комплекс, да? Это дорога, которая уже не подходит. Угу. А это уже трасса, получается, которая, как на Невеноградск, везде там, да, вот, в которой мы едем на Светлогорск. Янтарный. Да, янтарный. Ну, это, наверное, как бы, уже, получается, все-таки, ну, недорогое, я думаю, здесь жилье. Мне кажется, недорогое. Потому что здесь и парковки же нет подземной, я имею в виду, да, просто вот здесь. И нет, как бы, особо детской площадки во дворах. Ну, так вот. Такой, короче, жилой комплекс. А сбоку еще на этих домах же там что-то нарисовано, да, в длине? Не на всех. Ну, там видела, сейчас покажу. Угу. Я как раз к этому рисую. А смотри, вот какие балконы здоровые. Они прям большие. Да, я говорю, они очень широкие какие-то. Да? Вот здесь другие, смотрите. Да, да, а здесь типа как поменьше. Ого, они реально широкие. То есть, это прям жилой комплекс, он расположен... А вон уже, смотрите, дорога. Да, вон дорога уже, то есть на выезде из города. Ребят, хочу быстренько в подъезд забежать, посмотреть. Такие стеклянные двери. Что тут есть? Хм. Ну, тоже, смотрите, неплохо, да? Аккуратненько. Так, 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 так. На первом этаже. А, вот как, ребят, смотрите. Большой-большой коридор и квартиры. Ну, нормально. И здесь так же. Все понятно. Все, ребят. Ну, так тоже аккуратно, нормально. Ну, хотя, смотрите, как аккуратно, да, уже все это. Только они давно не ремонт делали, а уже все побито. Все, короче, побежали. Вот, друзья, я думаю, что вы видели эти дома, когда выезжали из Калининграда в сторону Зеленоградска. Потому что это вот, ну, они с такой красивой-красивой боковым рисунком. Мне кажется, их издалека видно. В общем, это комплекс вот. Ну, большой такой. Нормально, тихо, спокойно. В принципе, эта трасса, она не такая шумная. И, в общем-то, практически не мешает. Ну, балконы на первом этаже, друзья, очень-очень широкие. Он прям огромный. Да, очень широкий. Да. И странно, что... Широкий какой-то вот, ну вот. И странно, что застройщикам они не стеклились, да, изначально. Ну, то есть, получается, каждый сам уже стеклит. Ну, странно, да, балконы. Ну, наверное, подешевле, как бы, варианты, да, такие типа эконом-варианты. То есть, здесь не такие дорогие ключи, чем более они находятся в ней... Ну, вот почти на выезде из города. Да, да, почти на выезде из города. Ну, зато они пятикажные. По-моему, еще дальше все такое... Ой, пятикаж рисует. Ага. Дальше еще... Все, да, действительно, два дома. Ворота, по-моему, там королевские. Бегу домой. Виталий уже пришел домой где-то час назад. Сегодня у него рано получилось прийти, а я побежала за патчем, и мы с Ришкой решили в магазинчик сходить. В общем, патчи мы берем по 14 рублей за штуку. Это вот у девочки. А если их в магазине покупать, они получаются по 30 рублей. Такая разница. В общем, сразу взяла я 50 штук, и Ришка 50 штук. Все. Сейчас, Виталик. Привет. Ну, что ты тут вообще уже устал-устал? Ты сегодня пораньше? И я получилась бы насмотреться. Вообще. Что ты делал? Ты еще не кушал? Нет, что тебя ждал. Все. Все, смотались. Все купили. Мы тебя ждали. Ага. Все, короче, купили, что надо. Все взяли. Все взяли. Там подешевле взяли. Да, подешевле. Короче, всяких духовка на это, ну, ничего не купила. А что? Да, что-то ничего не понравилось. Не знаю. И заходили ли в литуале, нюхали, короче. И это, не знаю. Ничего не понравилось. Вся духами пропахлась. Ребята, у нас уже вечер. Мы решили... Вот бабушка первый раз видит машину. Он уже, беденый, грязненький у нас такой. Сколько он уже стоит у нас, да? Неделю, да? Неделю уже стоит, да. Вообще ничего, никуда не выезжали, ничего, никуда не ездили. Прогреем сейчас хоть чуть-чуть. Ну, ничего, ничего. Скоро я это... Завтра, ребят, знаете что? Завтра прям вот некогда мне позвонить. Некогда мне позвонить инструктору. Прям нужно завтра позвонить. Завтра точно надо позвонить. Договориться. Это что же, да? Учиться. Тоже ж не одно занятие. Занятий 10 надо пройти, чтобы поехал. И потом еще хочу, чтобы он со мной еще на нашей машине поездил. Ну, когда уже научусь. Ну, да. Ну, почему бы нет. Чтобы и на нашей машинке тоже проехался. Я с машиной в хорошем виде. Да, в хорошем виде. Новая? Новая хорошенькая у нас. Грязная, потому что стоит вот вообще прям дожди, не дожди. И что, уже неделю стоит. А там они под накрытием стоят. Да, надо заводить хоть периодически, а то аккумулятор сядет. Да, да, да. Ребят, у нас холодно-холодно. Вот сейчас все так прохладненько. И вся неделя тоже будет такая же. Прохладненько, отличная погода. Виталий нравится. Он говорит, я не хочу жару. Говорит, вообще. Холодно-холодно. Мы сейчас куда поедем? Чем мы решили? Куда хотите. Что, на озеро, да, поедем? Или просто по... Да, на озеро, да. А где, куда еще там? Гебеди, наверное, уже спрят. Лепеди. Ну что, как вам на верхнем озере? Красиво. Красиво, да, очень даже. Здесь вообще прям... Было устроено. Красивенько, да? Униция, дорожка даже. Угу, очень красиво. Вон кувшинки. Вон кувшинки растут, ну. Прям вообще. Желтые? Угу. Ребята, всем привет. Что, только прозвенел будильник. Вдали еще спит. А сейчас пойду варить кашку. Ой, вообще, что-то... Сегодня прям не могу. Сегодня прям хочу спать. Как никогда. Хотя обычно будильник завожу. Ребят, мажу своим гиалуроном. Кстати, в Экспрессе его уже нет. Мне Иришка купила в аптеке гиалуроновой. Ну, короче, вы поняли. Мой крем. Вот, друзья. Сегодня прям хочу овсяночку сварить. Ну, не на кокосовом молоке. На кокосовом молоке не получится. А с кокосовым молоком. Потому что его мало. Я что-то... Я помню, мы, когда в Таиланде были, мы всегда кокосовое молоко брали, знаете, там, большими-большими-большими этими партиями. И, короче, кушали. Ну, кушали, как овсянку варили тоже. Всяко-разно. Я что-то тоже сейчас подумала, что было бы круто. Ну, ты вчера смонтировала. Да, вчера смонтировала влог. Сейчас быстренько надо его выставить. Сейчас покушаю быстро. И быстренько вам его выставлю, и вы увидите влог. Так, не знаю, сколько овсянки. Но, в Таиланде побольше сядь что же. Давно не варила. Я же не могу понять, сколько нужно. Я не знаю. Ну, кажется, это... Молоко также беру диетическое. Полтора процента жирности. Ну, короче, что-то не жирное. Ой, ребят, скоро пойду в спортзал. Скоро. Кстати, вы меня спрашивали, что по поводу нитей. Многие спрашивали, многие-многие спрашивали, писали. Тета, Митя, как дела? Короче, ребят, ну, пока еще непонятно. Пока еще непонятно. Вчера разговаривала с косметологом. Ну, она сама спросила меня, говорит, как у вас дела, как у вас там идет заживление. Ну, я ей сказала, что все нормально, но, говорю, как бы еще результата особого нет. Она сказала, что надо еще неделю подождать. И если неделю не будет, там будут еще видны какие-то вот тут, знаете, как у меня бугорки. Она говорит, надо сходить на, как, рефлифтинг. Она сделает массажик. И все, короче, пройдет. И, говорит, все будет хорошо. В общем, друзья, посмотрим. Посмотрим. Классная эта штука нити или нет? И достаточно ли у меня было количество нитей этих? И заложишь. Да, Ива, я вам расскажу. То есть, пока еще ничего сказать не могу об этой процедуре. Не могу сказать, хорошая она, нехорошая, вообще, что там, как. Ну, короче, пока непонятно. Пока непонятно. Ну, хотя, может быть, знаете, я с утра встаю, ну, может быть, я там допускаю, конечно. Я встаю, и у меня вроде как... У меня просто так смешно. У меня как-то где нити, вот здесь ничего при пухлости нет. Ну, как бы нормально. Может, у меня и раньше так было, я не замечала просто. А вот тут, знаете, вот тут, где глаз. Ну, вот я сейчас встала, я вот как есть, да, я даже еще только умылась. И вот тут есть какая-то припухлость. Ну, короче, может, я так уже, знаете, к себе слишком критично подхожу, конечно. Не знаю, но... Ну, вот пока так. Мне же хотелось, чтобы я, знаете, нити поставила, и чтобы все сразу, бух, все было нормально. Ладно, попробуем кокосовое молоко. Я надеюсь, оно будет вкусно. Так, где у меня открывашка? Интересно, попробуем с кокосовым молоком. А том ям, кстати, мы же так и не варили. Нужно его сварить, том ямчик. Ну, кокосовое молоко, я думаю, уже, знаете, в индийском магазине пойти купить. Оно там дешевое, во-первых. Ну, вообще недорогое. И как бы это... А, блин, ребята, слушайте. Прикиньте, оно это в холодильнике, да, не можно. Ага. Короче, прикиньте, оно замерзло. Ну, я сейчас добавлю, короче, ложку. Ну, оно растает. Сейчас Виталий покажу. Обалдеть. Ну, короче, знаете, это файнлайн. Кокосовое молоко. Ну, не знаю. Надо, короче, брать жидкое такое, как в Таиланде. Как в Таиланде мы брали. Это в индийском магазине, видела? Короче, добавлю по чайной ложке. Ну, короче, все за это затвердело. Видите? Ребят, у нас сегодня опять прохладно. Ну, как бы есть солнце, есть тучи. На улице плюс 18 градусов сегодня, обещают. Тоже целый день. Ну, я вот хожу с длинным рукавом. Вот кашка. Я хожу, короче, с длинным рукавом. И все. И, в общем, мне не жарко. Ну, хотя, знаете, вот вчера, когда ходили с Аришкой, ветер дует, ну, прохладно, да? Все, только ветра нет, солнце. И ты понимаешь, что, ну, ты понимаешь, что жарко. Что я, допустим, уже такая думаю, ну, спортивный костюм. Ну, нормально, да, нормально. Все, нормально. Когда ветер. Но когда солнце, мне вот еще прям было жарковато. Вот, так что, короче, непонятная погода. Хотя бы, знаете, вот хочется, чтобы хотя бы 23-24 градуса было, и все. Но я уже так считаю, знаете, что дождя нет, и хорошо. Дождя нет, и хорошо. Я сама не люблю жаркое лето. Вообще не люблю. Вот вообще не люблю. Просто, ну, куда, когда тебе там 37-40 градусов. Это, по-любому, надо кондиционер. Дома сидеть, ничего не делать, короче. Ну, никуда не ходить. Ребят, мы сейчас отправляемся на рынок. Хотим, в общем, купить все для борща. Ну, и посчитаем с вами индекс борща. Сколько стоит сварить борщ в Калининграде? Мне самоинтересно. Я, кстати, еще здесь борщ не варила. Зашли в рыбный отдел. Я тут ни разу не была. Смотрите, тунец холодного колчения. У меня корюшка 150. Корюшка 150. Ну, это 100 грамм. Сейчас. Мы хорошие. Судак 400 рублей. Тут уночились какая-то, надо посмотреть. Вот тоже здесь. Угарь, балтус. А почем? Игра получается 5,5 тысяч килограмм. Петон 950. А смотрите, какая... Каждая поскольку получается... Как ее называют? Камбала. Да. Гляньте, какая. Может, Виталий возьмем одну? С икрой он любит. Давайте возьмем. Давай возьмем. Ну, красивая такая. Да, ребят, смотрите, корюшка горячего копчения 1500. О, конь 650. Угу. Угарь-балтийский 2,200. Да я вижу вообще. Ой, скумбрия такая. Можно взять сейчас так. 150 рублей. А малина? Малина местная, улоток 200 рублей. Ну, что? Давайте, может, вот свеколочки возьмем сразу, одну свеклу. А дайте нам, пожалуйста, вот одну свеклу. Нет, я сама возьму. Две морковки. Но с пучками. А, ну, да-да, пучками. Ладно, без проблем. А свекла по одной или тоже пучками? Свекла пучками. Ну, давайте пучками. Да, вот эту возьмем. Вот эту возьмем. А пучок сколько? 60. Давай. И морковочки. И морковочки давайте. Морковочку. Какой помоложе, покрупнее? Покрупнее, да. Покрупнее, ага. Вот стаканчиками, клубничкой и лоточками 300 рублей. А укропчик это ваш? Да, все наше выбирайте. Можно еще укропчик и петрушку? А выбирайте, подавайте. Миша сама выбирайте. Это свежий, свежий будет. Не умодей. 300 рублей. Это домашнее, не с поля. Я не распорю. Это килограмм? Нет, латун. Огурцы грунтовые 150 рублей за килограмм. Это уже местные огурцы. Ребят, капуста 30 рублей за килограмм. Все, ребят, скупились. Тоже в фикс прайсе. Эта бабушка с собой возьмет. У них же там все дорого в тынде. Такая сдоба. Она что-то тоже с большой скидкой. Срок годности нормальный. Ну и в общем мы вот набрали тут бары. Ребят, сегодня брали малину. Малину удачную взяли. Кстати, малина получается контейнер такой. 250 рублей, но много. Такая ароматная малина. Это контейнер хороший, кругленький. Что-то удачно взяли. Кстати, в Виктории абрикосы по 109 рублей. Тоже хорошая цена. Да. Барни набрали. Ну, как бабушка на подарки. Знаете, там же тоже уже... Вот только у нее не внуки, у нее правнуки. Ну и вот она что, по 49 рублей. А в тынде... Это здесь оно без скидки 200 с чем-то. А в тынде там, я не знаю, но рублей 300, наверное, стоит. На севере такая. Такое взяли. Хлеба, сметанку. Там желтенькие помидорчики. Молочко тоже. Так. Ну и тут фикс прайс зашли. Сейчас покажу, что фикс прайс купили. Это тоже в большей степени купили там с собой. Екатерина Михайловна заберет. Сейчас я вам покажу. Это я себе какие-то прокладки тоже взяла. Не знаю. этой... Так. Сейчас выложу. Остальное отнесу в зал и вам покажу. Такую взяли в фикс прайсе. Соба. Я думаю, нормальная. Это гречневая. Так. Вот так себе прокладки. Все. Ну, вы знаете, вот такие контейнеры в фикс прайсе. Большой 19 рублей. А маленький в контейнер 14 рублей. Вот эти бабушка себе печеньки взяла. Они что-то 15 рублей. Короче, дешево. Крем для ног 55 рублей. Это зубная паста, считай, она тоже там взяла. Почем там? 55, что ли. Вот это вот тоже кому-то там на подарочек. 55 рублей. А носочки взяла такие тоже. 79 рублей. Ну, короче, в фикс прайсе что потратили? Рублей 600 потратили. Ну, это уже больше, это уже туда. Это она уже с собой возьмет. Это уже в тынду. Вот. Тоже это все выкладываете. Это все с собой получается. Это уже тоже в тынду. Там уже потихонечку, потихонечку, потихонечку покупаем. Ну, а там уже, знаете. Сюда все сложится. Да, уже все сложится. Потому что все сразу тоже не купишь. А потихоньку уже можно. Будет нормально. Все, ребят. И дешево. Потому что на севере дорого. На севере дорого, да, действительно. А здесь дешево. И вот. А она же приедет там же. Кому на подарки, кому чай пить. А кому на работу там она чай пить. Ну, знаете, тоже. И вот. Это вкусные пироженки 7 days. Очень вкусные. А те вон это барни на полу. Друзья, ну, все. Я уже собралась. И сейчас я хочу, знаете, поехать на... Показать вам территорию прилегающему к строящимся ЖК Трио. Он, конечно, там, наверное, еще полностью стройка. Но мы хотя бы посмотрим с вами, что есть вокруг этого ЖК. Посмотрим речку. Говорят, от нее пахнет. Найдем эту речку. Если там запах или нет. Ну, и, в общем, прогуляемся. Посмотрим, в общем, как все выглядит. И дальше я думаю, что еще сегодня смотаюсь и покажу вам еще один ЖК. Это город мастеров. Посмотрим, где там школа, где садик. Это уже построенный ЖК. Прогуляемся там. Дорогу к остановке. В общем, магазины. Озеро-то какое-то неподалеку. Ну, в общем. В общем, покажу вам всю прилегающую территорию. Все, ребят, сейчас поедем, посмотрим прилегающую территорию ЖК Трио. И потом отправимся в город мастеров. Ребят, до ЖК Трио меня Google Навигатор ведет по тому же маршруту, как я ходила в ЖК до Март. То есть сейчас моя задача, я иду. Помните, на Орудийной было. Сейчас мне нужно переулок Старокаменный. Но не сюда, где до Март строится. А следующий. То есть до Март в один переулок заходим. Откроется ЖК. А нам сейчас нужно следующий переулок повернуть. Вот эта вот улица, она так неудобна, что она без тротуара. Это очень важно. Ну, как вот там можно, машины ходят. И тем более здесь, знаете, очень сейчас плотное движение. Я вышла в 6 часов вечера. И столько машин, вы себе просто не представляете. Огромное количество. Ну, дома, конечно, здесь красивые, но и очень пыльно. Поверните направо. Вот он мне говорит, через 40 метров поверните направо. Здесь в основном частный сектор, друзья, я так понимаю. И, скорее всего, ЖК Трио также будет возле этого частного сектора построен. Ну, вот поворачиваем направо. И так же, так же, так же, блин, нет тротуара. Ну, ладно. Ой, ребят, знаете, я, кстати, вот уже здесь прохожу. И что я слышу? Вы меня спрашивали по поводу речки Вонючки. Я еще до ЖК не дошла. Но вот здесь справа, вот здесь справа, там есть какая-то вода. Типа канализации. Вы видите, какая бурная растительность. И вот эта яма. Вот она. Фу, ребят, воняет страшно. Вы знаете, воняет канализацией. Никакими не отходами, ничем, а именно канализацией. Такие дома здесь красивые. Гляньте, это улица Суркова. И вот напротив вообще что-то тут такое страшное. Не знаю, откуда эта канализация, но, короче, такое себе. Да. Неприятно, конечно, неприятно. Пойдемте дальше смотреть. И причем эта речка тянется. Мы только вот этот переулок завернули. И вот эта речка с канализацией, она, вот, я смотрю, она идет аж туда дальше. Такие, смотрите, какой тут район. Казалось бы, да? Тоже какие вот таунхаусы. Фу. И вот по этой дороге иду, и прям солнце пригрело. Такое ванище. Гляньте, конечно, тут растительность какая всяких там этих. Так, друзья. Ну вот, я уже вышла. Речка где-то осталась позади меня. А, улица Луговая, 10. Пожалуйста. Такие дома здесь хорошие. Ну и вот это я подозреваю. Обнесен забором. Будущий ЖК Трио. Сейчас вы видите картинки, как будет выглядеть этот ЖК, когда он построится. Да, вот, скорее всего, началась стройка. И уже некоторые дома уже здесь строятся. Давайте пойдем посмотрим. Немножко. Да, друзья, скорее всего, я нахожусь в правильном месте. Так, ЖК Трио. Фу, какие тут мошки. Как в деревне, прям хорошо. Да, друзья, вот. Нашли. Нашли мы с вами ЖК, который будет у нас скоро на этом месте. Напротив, частный сектор. Друзья, вот я сейчас стою. И передо мной, то есть от меня до забора, есть некое расстояние. И я подозреваю, что между этой дорогой и забором протекает речка. Ну, или что-то такое. Здесь также, честно говоря, пахнет канализацией, ребят. Очень сильно пахнет. Я не знаю, может быть, застройщик как-то эту проблему будет решать. Но я не хочу даже туда проходить. Здесь действительно прям такой, если честно говоря, стоит прям сильный сейчас тепло, зловонный запах. Очень сильный. Фу, прям очень неприятно, честно вам скажу, друзья. Я не знаю, может быть, как-то там поставят какие-то очистительные штучки. Все очистит и вонять не будет. Но вот в каком-то месте я проходила, ничем не воняло, все было прекрасно. Но вот сейчас просто неимоверный, неимоверный стоит запах. Хотя дома, по сути, будет три дома, они будут пятиэтажные дома. И очень жалко, если этот запах, конечно, будет беспокоить. Давайте посмотрим, где этот... Вот, видите, вот даже растет камыш. То есть вот это вот какая-то... Какая-то канализационная здесь... Вот она вода. Тут, ребята, очень много воды. Я не знаю, вам там видно, поблескивает. Это водичка. Это речка прям, да, ребят, речка. И она почему-то пахнет канализацией. Ну, не знаю, друзья, не знаю, конечно. Так место неплохое. Тихо, спокойно. Очень все так, знаете, хорошо. Скажу я вам. Прям очень даже хорошо. Сейчас где-то тут должно озерцо быть. Вот водичка. Видите, все тут. Все, короче, как положено. Камыши. Все, все, все. Ну, ребят, в общем-то, что по поводу ЖК Трио. В общем, срок сдачи данного ЖК это третий квартал 2021 года. У него это будет три корпуса четырехэтажных домов. То есть не пятиэтажных, а четырехэтажных домов. Дома, тип дома, кирпично-монолитный. Будет комфорт класса дома, поэтому будет подземная парковка. И стоимость однокомнатной квартиры от 2 миллионов 300 тысяч рублей. Они уже, очевидно, есть в продаже у застройщика. Однокомнатная квартира от 35 квадратов. Двухкомнатная квартира от 50 квадратов. Стоимость их 3 миллиона 200. И трехкомнатная квартира 79 квадратов. Ну, от 79 квадратов. И стоимость 5 миллионов 160 тысяч рублей. Ну, не знаю. Конечно, место хорошее. Место неплохое. Вы видите, какие тут хорошие дома вокруг. Как все тут хорошо. Хорошо. Такая тихая, приватная территория. Но, пожалуйста. Ну, вот да, люди как бы строятся. Но, ребят, запах есть. Это очень-очень неприятно. Я не знаю. Ребят, и сейчас я хочу еще обойти этот ЖК. Немножко с другой стороны, с улицы Гагарина. Я вот сейчас здесь, в переулке Старокаменная, где речка Вонючка. А вот в этом месте, если вам видно, строят ЖК. Вот это озеро. Вот это речка прогулочная. И я хочу дойти до улицы Гагарина, 225. И со стороны, вот с этой стороны, показать вам, как будет выглядеть этот ЖК. То есть я его, по идее, тоже должна увидеть. В общем, сейчас обойду, ребят. Потому что, то есть я заходила с переулка Старокаменного, с частного сектора. А сейчас мы с вами посмотрим на этот ЖК уже со стороны улицы Гагарина. Ребят, вот еще один подход к ЖК Трио. Это вот такие вот, не знаю, как правильно уже построенные дома. Такие интересные здесь. Они круглые, полукруглые. Вот так выглядят детская площадка здесь. Ну и вот тоже, видите, я решила с этой стороны еще вам подход показать к ЖК Трио. Вот тут. Тогда мы заходили со стороны, с вами, частного сектора. Сейчас мы с вами заходим уже со стороны, вот, построенного ЖК. И, скорее всего, раньше тоже какие-то, какой-то был частный сектор. Пожалуйста. Так. Ну, пока тут они здоровую парковку такую сделали, большая. Вот это краны, это вы видите ЖК ДомАрт. И вот нам против ЖК Трио. Мы с вами были со стороны частного сектора. А сейчас зашли со стороны Орудийной 32Б. Ну, чтобы вы так по карте сориентировались. Видите? Вот он, такой здесь дом. Кто хотел бы в ЖК Трио приобрести квартиру на Орудийной. Ну и вот. Ну, здесь, конечно, обычная территория. То есть, ваш ЖК будет рядом с ЖК, который большой. Вот, видите, рядом с большим домом. Все-таки, я решила с этой стороны еще показать, чтобы с этой стороны, мне кажется, масштабнее вам видно строительство. Потому что со стороны частного сектора практически ничего не видно. Ну, три дома, они все вместе сразу три дома строят. То есть, у вас фактически получается, кому же КТрио нравится, по ту сторону, где была, был частный сектор. И если вы будете заезжать со стороны Орудийной, здесь у нас с вами уже многоэтажные дома. Ну, вот, ребят, все. Все мы с вами нашли, где у нас как раз третий квартал 21-го года окончания строительства. Вот такая схема. Три корпуса будут четырехэтажных. Вот вы их видите. И все. Заказчик, подрядчик, в общем, все есть. Так что, скорее всего, скорее всего, у вас будет заезд, наверное, со стороны Орудийной. Так, ну и что там, не знаю. Сейчас посмотрим. Собачка. Вот стройка. Вы видите стройку. Да, друзья, ничем не воняет, но я все-таки нашла опять эту речку. Здесь мне запаха не слышно. Запаха мне не слышно. Вроде здесь ничем не пахнет. Сейчас пройдусь еще дальше, посмотрю. Потому что я, вот, видите, все ближе и ближе приближаюсь к озеру. Все дальше уже. Если с той стороны я заходила, был частный сектор. Со стороны Орудийной, в общем, здесь обычные многоэтажные дома. Ну вот, ну, здесь слышу запах. То есть, знаете, как-то вот идешь, где-то не слышно. Потом раз, подходишь. То есть, она обозначена на карте, как речка. Но это какая-то канализационная яма. Ребят, ну что, до озера я так и не дошла. Я так понимаю, но где-то там за речкой. Ну, если он такой большой, наверное, оно хорошее, там все облагороженное. Ну, в общем, территорию вы видите. Со стороны Орудийной это совсем не частный сектор. Со стороны Орудийной это прям, ну, прям все жила бы. Застройка, постройка, все, в общем. Здесь еще будет дома, все вообще смотрится так, гармонично. Не так, как со стороны там, где частный сектор, с этого переулка Старокаменного. Я, ребят, сейчас иду домой. И мы вместе с Виталией поедем уже. Он мне написал, что он пришел домой. И мы вместе с Виталией поедем в ЖК Город Мастеров. Вот. Сейчас мчу, чтобы он покушал, помылся. И уже поедем туда на машине. И мы вместе с Виталией поедем.